Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Winter Survival. Выживание получается в зимнем лесу. Мы можем начать сюжетку, я её уже начал, но меня почему-то подлакивало, я перестал, короче, вот, запись записывать и начал новую запись. Понизив немножечко настройки игры, потому что игра на обучении, она работала очень хорошо, потому что, видимо, там мало прогрузов, всё чёрное было вокруг и освещались только некоторые места. Вот, в общем, небольшое предисловие, если вам понравится эта игра, напишите комментарий, поставьте лайк, и мы с вами запустим по ней стримы, либо же её пройдём видосами. Пишите, как лучше и как вы хотите, вот. А мы пока что на стримах будем проходить с вами Pacific Drive. Сегодня у нас 9 марта, 24-й год, да? Мы с вами проходим, начинаем Winter Survival. Так, мы можем начать бесконечный сразу же, это тупо выживание, либо историю. Я не знаю, историю, наверное, кто сейчас на этом видео находится, вы уже посмотрели, скорее всего. Но, а кто-то из вас её не видел? Ну, давайте историю, наверное, историю. На стримах можно играть бесконечный, да, а историю играть сейчас, вот, на видео. Мне кажется, для видео подходит история, да, более чем просто обычное выживание. Выберите сложность, исследователь, выживальщик. Ну, то есть полегче, давайте исследователь, пусть будет. И у нас, получается, имеется только введение и акт 1. Потом будет акт 2, 3, 4, 5 и так далее, да? Давайте введение. Ну, либо будет всего 5 актов. Вот, блин, лишь бы она не глючила, пожалуйста, просто. Игра балдёжная, игра кайфовая. Единственная есть игра The Forest, которая мне не нравилась её графикой какой-то. Вот. А вот эта игра, ничего такая, как-то интересненько сделана. Так, нам нужно подойти к телефону, использовать. Можно, можно поднастроить графу. И показывают ребят, которые говорят. Эй, это я, Джиэль. Я собираюсь отправиться в путешествие с Майклом. Хочешь присоединиться к нам? Да. Отлично. Я зайду за тобой завтра. Дэнни, подойди и почувствуй это. Дорогая, я жду. Я дорогая? Я не буду подходить сейчас. Ты чувствуешь это? Да. Прекрасно, не так ли? Дэнни? Ты должен пойти. Дэнни! Дэнни, что за чёрт? Вставай, помоги нам! Что происходит? Это у него галлюцинации какие-то, да? Это какие-то у него галюны, галюны. Они выживают, наверное, в лесу, и у него галюны. Хватай эту палку, быстро. Копьё чи шо? Хватай палку, давай, выдёргивай её, давай, дядя. Позади тебя. Ой. Не успел. Всё будет хорошо. Просто дыши. В общем, эта игра была в демо, и вот сейчас она, ребята, уже вышла. Всё будет хорошо, Дэнни. Ты ранен? Нет. Хорошо. Помнишь пещеру? Иди туда и спрячься. Я пойду искать Майка. Ни за что. Я никогда не доберусь туда один. Ты справишься. Просто не выключай радио. Я скажу тебе, что делать. Рацию, наверное. Перевод кривоватый. В игре немного. Так, куда нам надо? Нам надо сюда. Угу. Так, всё, мы нажали. Хорошо. Высокое траве, вы останетесь незаметным. Волчки. Подожди, пусть они пройдут, и я дам тебе сигнал. Такие идут. Ладно, иди. Куда теперь, что ли? Ты знаешь, что делать. Кто знаю? Почему знаю? Где знаю? Кто я знаю? Опа. Вот они. Эти сволочи преграждают путь. Отвлеки их. Видишь вон ту ворону? Попробуй отпугнуть. Ага, вон туда. В ту ворону мы сейчас берём снежок и кидаем. Я понял. Ничего сложного. Бэм. Ворона полетела. Тут ещё и высоту надо рассчитывать. Траектория... ...броска у нас, то есть, да? Какая-то есть определённая. Так, идём в эти кустики. У меня замерзают руки. Ты согреешься в пещере. Понял. Опа, опять волчки. У меня нет ничего, чтобы отлечив. Джоэл? Да есть снежок, давай кинем. А, они уходят. Не переживай. Они ушли. Не двигайся. Опа, волчок какой. Ой, волчок, говорю, медведь. Подранный весь. Мне кажется, такой медведь тут выживает вообще как может. Кто его подрал, интересно? Волки же не могли. У тебя есть это. Кто это? Ноги мои, которые меня унесут? Ну, это, конечно, есть. Ой. Ой-ой-ой, я сейчас всех сагру на себя. Сейчас, беги. И чё? Они какие-то медленные. Вы чё, пацаны, как дела? А вы сюда и не залезете ко мне так-то. Спорим? Хотя я бы не хотел проверять. Смотри, стоит, смотрит. Чё будешь делать? Ой, тихо. Ну и чё ты, пацан? Чё, как дела? Прыгнешь на меня, да? Давай, прыгай. Давай, давай. Давай, мальчишка. Я... Я не могу, Майк. Нажми, чтобы включить фонарик. Джоэл, я не слышу тебя. Джоэл, мне нужно что-то выпить. Прибухнуть, в смысле, для... Согревания? Чтобы создать... Эффект согревания, ну, какой-то такой, да? Обманчивый эффект. Алкоголь, кстати, он... В морозе только кажется, что он согревает. На самом деле, он не согревает. Так, у нас есть фляжка. Мы сейчас с вами из неё пьём, да? Так, зачем нам тут фонарик? Я не понимаю. Отлично. Пусто. Здесь мы можем набрать воды. Хорошо. Хм... Что? Хм... Так, Б, чтобы освободить руки. Хорошо. О! Ой, ты меня напугал. Прости. Я думаю, что... Всё ещё в режиме скрытности. Мне нужно перевести дыхание. В режиме скрытности. Типа, он тихо подкрался. Он это имеет в виду. Как насчёт майка? Не видно ничего в этой погоде. Нам нужно ждать до утра. Хорошо. Так, что дальше? Нам нужно отдохнуть. И поесть. Хорошо. Огонь. Я могу развести огонь. Ты намечил меня, как это делать? Отлично. Сделай это где-нибудь рядом. И проверь мой рюкзак. Остальное должно лежать поблизости. Получается, наш друг какой-то опытный выживальщик. Какой-то, да? Ходит, наверное, в горы во всякие, в экспедиции. А мы такие дядечки, которые даже не умеют костёр разводить. И он нас этому научил, да? Так, забираем у него нахрен всё из рюкзака. Так. Набираем камней. Хорошо. Давайте лутаем камешки. А давайте все сразу лутаем, да и всё. Я думаю, этого достаточно. А ну тут и надо было все собрать. Так, и мы сейчас с вами создаём, получается, костёр, да? Так, вот давайте прям перед ним сделаем. Так, использовать. Еда. Миска. Да мы тут всё разберёмся. Образуется уголь. Вы можете собрать его в инвентаре. Угу, понятно. Хорошо. Ладушки. Так, зажечь. Оба. Чёркать же, да, такой? Бесконечная спичка. Теперь мясо. Так. А как? Как мяско-то перенести? А, правой кнопочкой. Ах, это приятно. Да. Как будто кто-то сосисочку потрогал. Такие он звуки, конечно, издаёт. Я голодаю. Недолго теперь. У нас будет хороший... Спрятать, скрыть. Блё, волк. Ой, медведь. Волчий медведь. Останься здесь. Он к нам идёт. А, нет. Он друга нашего ест? Нет. Костёр. Костёр в тени. Он сосиску ест. Оставайтесь скрытым. Мы можем выйти сейчас. Господи, ну и перевод, конечно, мне не нравится перевод. Какой-то... Мне кажется, мы из-за этого будем много путаться. Вы видите эти следы? Что, чёрт возьми, он ел, чтобы вырасти таким большим? Другие медведи? Люди? Медведи не едят людей, правда? Какой-то у нас персонаж... Верит непонятно во что, да? А нам надо сейчас съесть или нет? Противно. Не то, чтобы у нас есть что-то получше. Да. Нет, мы утолили голод, видать. Или нет? А, мы её просто взяли, мы её не съели. Давайте её сейчас съедим. На 10% всего убавилось. Иди спать. Я буду дежурить. Потом поменяемся. Спасибо. Завтра мы разведаем местность. Попробуем найти помощь. Или хотя бы укрытие. Как насчёт Майка? Не волнуйтесь. Мы его тоже найдём. Понял. Так. Просто нам нужно положить спальник, я так понимаю. Ну и давайте баиньки. Недалеко от костра. Должно быть тепло. Да, надо, чтобы кто-то один не спал, чтобы нас медведь обоих не съел. Просто короткая поездка. Всё будет хорошо. Дай мне минуту. Скоро вернусь, хорошо? Что происходит? Давайте, ребята, просыпайтесь. Чёрт, мы опоздали. Вот автобус. Дэнни, беги. Проснись, беги. Это, видать, какие-то отголоски. В общем, что ты видел в реале, то тебе и снится. Из кусочков, да? Составился сон какой-то непонятный. Или когда только начинаешь засыпать, у тебя вот это всё составляется, и потом у тебя уже идёт полноценный сон. Какой-то из какой-то билиберды собранный. Наркомания, короче, бывает иногда снится, согласитесь. Блин, игра какая-то, то громко, то тихо, я не понимаю. Животных слышно громко, остальное тихо. Может, животных убавить и в целом прибавить игру, чтобы всё было на одном уровне. Просто я как бы убавил общий ползунок, и непонятно. Ох. Что это? Где я? Чёрт. Так. Ложный рассвет. Новый квест. Я не чувствую свои пальцы. Джоэл? Я должен ему позвонить. Чёрт, я потерял своё снаряжение. А снаряжение-то наше там висит. Горячие источники, мне нужно там оказаться. Так, вот это всё слутываем здесь. Хорошо. Так, теперь нам нужно сюда. Мы, кстати, можем вот эти вот сразу травинки высокие лутать. Я не знаю, насколько они нам нужны, не исчезнут ли они. Не зря ли я это делаю сейчас. Ну, давайте слутывать всё, что есть по пути. Ох, капец. Ты. Ой, это не ты, а я в смысле просто троиточие. Такой типуш. Шок. Шок. А я читаю. Ты. Спринт это громко. Да блин, пофигу. Ой. О, фак. Он мёртв. Чёрт. С ума сойти. Не думай об этом. Просто иди. Волк идёт. Смотри, волк, 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 волк. Это высокая трава, я надеюсь. Такой идёт пацан по своим делам. Он тут живёт. Он тут всё знает. О, мы можем что-то собрать, смотрите. Гриб, курица лесная. А чё ещё можно собрать? Можно ещё чё-то? А давайте ещё чё-то пособираем, чтобы нам потом не пришлось собирать. Я надеюсь, что-то с нами перенесётся куда-то. Волк стоит. Видите, вон там волк спереди. Ну-ка, пойдёмте-ка отсюда, давайте, нахрен. Так, чё-то ещё можем? Давайте веточки какие-то соберём. Это, конечно, сюжетка будет. Как в Лонгдарк, знаете, ты можешь собирать, но не обязательно. Наконец-то. Он сейчас лагать будет. Почему лагает, хреново знает. Это гораздо лучше. Господи, не лагай, пожалуйста, я не хочу снова перезаписывать видео. Это такая жесть. Ой, пять волков. Пять волков, бежим. Картинка нормализовалась, нет? Вот хризевая, да, всё равно? Мне кажется, это сама игра, ребята, какая-то недоработанная. Это уже не от компьютера моего зависит. Ой-ой-ой. А, опять лоханулись вы, пацаны. Ах, моя нога. Мне нужно позаботиться об этом. Так, сейчас нужно будет какую-то сделать перевязку, дай себе на ногу. Изба здесь, мне следует проверить внутри. Троеточие. Чё троеточие? Что? Почему? Олень, какой страшный. What the fuck? Какого чёрта не так со мной? Что не так со мной? Ребята, я сейчас убавлю ещё настройки. Так. Сейчас должно быть получше, да? Ну, конечно, может у меня железо древнее сильно. Так, смотрите, мы зашли в дом. Мы включаем фонарик. Для фонарика, я так понимаю, нужны будут какие-то батарейки нам. Текущая банка. Дырявая, что ли? Контейнер для молока. Сломанная сковорода. Блин, а нам сломанное надо? Мне кажется, нам сломанное, то нафиг не надо собирать. Бревно можно взять, да? А зачем мы собираем? Это, наверное, наш дом будет. Тут волокно какое-то, смотрите, мы лутаем, да? На каждый предмет нужно наводиться самому. Я правильно понял? Шина для ноги. О, хорошо. Так, бандаж. Давайте сразу шину на себя накладываем. Где она? Бросить D? Бросить. Пусть тут валяется. Нафиг там поломано это все. Так, бандажи где? Пропитанные алкоголем. Это хорошо. Это значит дезинфицированный, да? Так, использовать. Не выкинуть? Точно использовать. Гораздо лучше. Все же этот холод убивает меня. А что тут сундуков не будет? Будет все валяться? Нет, вот есть сундук. Старая бутылка. Старая бутылка. Слушайте, а в бутылке-то, наверное, что-то можно будет налить? Я так и не понял, это мой основной дом будет или нет? Так, ладно, хорошо. Так, нам нужно разжечь костер. Зажечь. Хорошо. Джоэл. Надеюсь, он нашел Майка. Сейчас не могу их искать. Я слишком устал. Так, конечно, надо выспаться. Ну сколько бегали тут в марафоне или капец? Не ели, не пили, ничего. А без этого как бы и калории-то все уходит, блин. Так, идти спать. Давайте поспим. Фонарик-то выключи. А, все, сейчас сядет батарейка. Это чертова поездка. Давайте 7 часов. Здоровый сон 8 часов, но тут, я думаю, уже вообще не важно. Здоровый, нездоровый. Каждый дебаф, полученный во время выживания, увеличивает вашу травму. Если травма достигает 100%, наступает безумие. Что за дебаф? Безумие ослабляет одно полушарие мозга, одновременно слева отвечает за расстройство адаптации. Верно. Требует выбор нового симптома. Верно. Справа, может. Симптомы изменяют динамику выживания, искажая реальность. Выбирайте отрицательный бонус умом, поскольку его последствия сохраняются навсегда. Даже несмотря на наличие механизмов преодоления. Ладно. Так, то есть мы теперь должны выбрать один из минусов, да? Психозиллюзия хищника. Агрессивные животные, такие как волки или кабаны, могут возникать как галлюцинации, что делает охоту более сложной. Бросьте камень-снежок или подъедите к животному. Страх могил. Почувствуйте присутствие потустороннего мира, которое вызывает увеличение чистоты сердечных сокращений. Избегайте надгробий во время активных галлюцинаций, сигнализируемых синим пламенем. Блин, ну это будет на психику влиять. То есть получается, если мы сейчас вот это выбираем, то оно будет нам постоянно делать хуже. Зачем это нам? Дезориентация. Испытайте дезориентацию, такую как галлюцинации, искажающие реальность. Вещи меняются, проверяя ваше восприятие. Бросьте камень-снежок или подъедите к объектам, чтобы отличить иллюзию от реальности. Извиняюсь за ошибки, конечно. Не нападающие животные, такие как олени или кролики, могут возникать как галлюцинации, что делает охоту более сложной. Бросьте камень-снежок или подъедите к животному, чтобы отличить иллюзию от реальности. После активации режима инстинкта могут исследовать кратковременные ограничения обзора. Быстрое движение головой может ускорить восстановление. Не, не надо такое. Давайте вот это, наверное, с оленем связанное. И с кроликами. Ужасная ночь. Блин, фонарик-то я надеюсь там нет. А, вон у нас батарейка показана. Мне лучше вернуться забрать свои вещи. Надеюсь, они еще целы. Так, давайте хату закроем, чтобы тепло не выпускать, да? Так, а вещи-то у нас где, кстати? Они у нас в той стороне, да? Так, наверное, нужно обойти по дороге. Смотрите, тут есть колодец с замерзшей водой. Прям поверх. Ладно. Бежим туда. Слушайте, надо было тогда вещи-то, наверное, не брать, а наоборот себе скинуть. Где же следы? Следы рядом с ним. Он не выглядит хорошо. Я должен это проверить. Ой, фокусировка на кью у нас, да, красивая? Как в обучении я проходил. Вообще топ. Да, это следы нашего другалька. Походу, за ним бежал медведь. Недолго мы можем в таком состоянии находиться? А, пока у нас полоска не убавится. Я понял. До конца. Надо найти, наверное, медвежью берлогу. И куда-то он, наверное, утащил нашего друга. Ну, хотя, пока что друг бежал своими ногами, как видно. Так, тут все слутываем. Блин, вот это вот прикольненько, да? Вот это лутание. Вот эта вся сталкерская тема мне очень нравится. Так, нам надо рюкзак найти или идти? Опа. Тут-то друг поди наш. Ты упал, что ли? Ты, блин, не видел, что ли, эту дыру огромную или что? Дерьмо. Так, собираем кости. Слушайте, тут много чего можно полутать. А вот батарейка. Записка. Слушайте, это удобная кнопочка. Нажимаешь ее и лутаешь. Какой-то ключ. Самогон. Можно, наверное, дезинфицировать тряпочки, да? Так, это у нас что такое? Настойка. Настойка для согрева, нормально. Что-нибудь для моей лодыжки. Так мы же тебе перевязали лодыжку. В смысле? Ржаная водка. Бандаж с алкоголем. Хорошо. Что ты перематываешь? Так, подождите. Может быть, мы сейчас создадим себе что-нибудь для лодыжки? Нам нужна шина, да? Новый уровень адаптации. Ты достал. Мы что, тебе каждый день должны теперь менять этот бандаж, блин? На лодыжки. Так, мясные шарики, смотрите. Старая бутылка забираем. Я боюсь, что у меня сейчас место закончится. Так, тут мы вскрыли. Факел, ткань, бандаж. Что-то много сильно... Ой, мишка, где-то, слышу. Много слишком лута и... Да. Болит лодыжка. Все, у меня, походу, места нет, ребята. Жесть. Давайте выкинем пустые бутылки или что-нибудь съедим. Давайте покушаем. Блин, ты можешь включить фонарик? Ничего не видно. А, он включен? Реально это его яркость? Это прикол какой-то или что? Кстати... Он блюет. Мы, кстати, не хотим есть сильно. Давайте вот эти бутылки скинем. Я надеюсь, у нас появится место. Да подожди, но я хочу выкинуть. Ты понимаешь? Я тебе пытаюсь помочь, а ты сам, блин. Это выкидываем. А, он обе дверь выкинул. Металлический ключ. Мне кажется, ключ можно переделать в какой-то металл, да, будет? У нас 19 веток, это слишком много. Давайте их выкинем тоже. Потому что, я думаю, это все ценнее, чем ветки какие-то вонючие. А почему? А потому что мы потом с вами сможем веток-то насобирать. А вот эти-то ресурсы мы уже не соберем. Так. Так, выключаем фонарь, чтоб не садился. Возможно, он все еще здесь. Так, следы ведут туда. Да, бежим по следам, давайте. Слушайте, а тут какая-то путаница начинается, да? Нет? А, нет, вот следы, смотри, ведут. Вот наш кореш-то куда бежал. Давайте за ним побежим. Эй, Майк, Джоэль! Я пришел! Мне серьезно надо сюда? Зачем? Какой глупый персонаж у нас, господи, с порванной ногой висит. Это место действительно хочет меня прикончить. Так ты сам себя кончаешь, ты глупый. Хорошо, просто надо найти выход. Почему так громко? Факела. Воруем факела. Еще одна коллюцинация. Ах, мой лодыжка. Мой лодыжка. Какой ужас. Мой лодыжка, он сломался. А, я не могу лазить, реально. Подождите, так мне, наверное, надо еще одну такую сделать. Шину. А мне для нее нужны ветки. А где я ветку тут найду? Мне надо туда пролезть. А чтобы пролезть, мне нужна ветка. Понимаете, о чем я? Может, тут где-то мой рюкзак какой-нибудь висит или еще что-то? Я же ветки-то все выложил, прикиньте, я их только скинул. Я, получается, в тупике сейчас? Прикиньте, что? Да, я в тупике, я не могу выйти отсюда. Потому что у меня нет ветки. А может быть, подождите? Нет, 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 нет. Может быть, он может выпрыгнуть? Просто у него перевес. Ну-ка. Д, 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 д. Д, 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 д. Ему бросить, ну. Че он не бросается-то? Твою мать. Самогон, водка. Слушайте, перевеса нет? Во, залез, все, отлично. А теперь можно обратно, да, взять? Хотя нафиг, ладно. Так, побежим. Ой-ой-ой, медведи-то орет. Каменный топор. А каменный топор можно скрафтить, это обычный топор. Я думал, железный. Это то место, где мы с ним сидели, да? Нет? Нет, это другое. Но немного схоже. Гвозди. Блин, гвозди я ни за что не выкину. Иди нафиг, блин, перевес у тебя. Гвозди я точно не выкину. Веревки, мне кажется, легко скрафтить, да? Высокая трава. Давайте нахрен траву выкинем. Ах, моя лодыжка. Он, наверное, ругается, то, что у него перевес, скорее всего, да? Палка из мягкого дерева. Опа. Так, это было в руке, поэтому оно не выбрасывалось. Давайте в быстрый слот назначим на двоечку топор. Батарея. Давайте, наверное, выкинем ветку и веревку и возьмем копье. Вам нужен держатель для копья. Господи, серьезно? Мы же можем вот эту чуйку активировать и увидеть, где что лежит, да? Здесь мы с вами посмотрели. Тут мы с вами траву выкинули. Так, а вот еще ящик, смотрите, я его не увидел. Птишки лежат. Посоль. Блин, мне кажется, еда настолько важна в игре, что вообще капец. Когда-то мы, возможно, вообще без еды останемся. Блин, ну это бы, опять же, в режиме выживания было. Здесь-то хрен его знает. Нужна она, не нужна. Давайте пока ничего не будем скидывать. Мне кажется, я столько банок в него нагрузил, что он, бедный, еле как движется. Так, а сохраниться можно будет? Я обратно спрыгнул? Да, я тут был. Блин, а я, наверное, не туда пошел-то. Капец, мне сейчас туда надо зайти. А сохраниться нельзя, правильно? Опции. А как сохраняться? Вернуться в главное меню. Наверное, будет кнопка просто продолжить. Играть, да? И все. Посмотрите, у нас что-то постоянно происходит с мозгом. Из-за каких-то переломов мы страдаем морально. И нам хуже, и хуже, и хуже, да, становится? Я понял. Мясные шарики. Записка. Давайте прочитаем. Мои парни смогли заполучить немного хорошего товара. Рационы питания могут идти к черту. Они спрятали их в нескольких ящиках на станции починки. А, ну мы сейчас здесь и находимся, я так понял. Это то самое место и есть. Почему ее выкинуть нельзя? Вот это я не понимаю. Держатель копий, кстати. Мы его можем на себя надеть и только копье взять. Блин, я даже не видел, что оно у нас есть. Маленькая кость животного, животная кость. Блин, из этого всего можно будет крафтить. Мне кажется, это выкидывать вообще такое себе будет, на самом деле. Гриб, курица лесная. Свежесть. Давайте поедим. Блин, как нам тут же ствол залезти? Надо что-то выкинуть опять. Давайте выкинем веревку, попробуем. А веревка вообще нихрена не весит, да? Даже вес написан, кстати, у предметов. Кость, кости весят 5 килограмм. В общем-то, ребята, если вам нравится игра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, покажите мне актив на этом видео, если она вам правда понравилась. Мы можем с вами ее постримить, постримить выживание. Режим выживания, а не сюжет. А видео записывать сюжетные. Если вы хотите, мы можем ее с вами попроходить. Это видео у нас будет называться Первый взгляд. Ну, мы с вами посмотрели игру, хоть я и пару видео до этого по ней смотрел, но как бы играл впервые сам, лично. Вот. Спасибо всем огромное. Всем пока-пока. Видео каждый день 17 по Москве. Переходите. Субтитры сделал DimaTorzok